Доброе утро, дамы и господа, все, кто уже проснулся и смотрит эту передачу. Сегодня в прямом эфире передачи «Театр поэтов» в авторской программе Владимира Антипенко его заменяю я по его специальной просьбе, потому что он очень занят подготовкой к двумя важным мероприятиям. Во-первых, это мероприятие будет завтра. Называется оно «Заглавный стих. 22 января в 19 часов. Вард-кафе «Бродячая собака». И еще одно мероприятие, о котором я объявлю немножечко позже. И сегодня наш гость или гвоздь программы Мария Турнезоль-Покусаева. Но прежде чем я о ней что-нибудь расскажу, сначала ее стихи расскажут о ней. Итак, Мария, ваша визитная карточка в студию. Всем привет! Начну с стихотворения «Почему нужно любить няшек». Мальчик, забирай себе девочку понутру, по плечу, по уму и по силам, Потому что есть такие, которые тебя в порошок сотрут, хорошо не сведут в могилу. Вот ты говоришь, что ты любишь умных, начитанных, сильных. На деле это понты. Есть такие женщины, да, но хлещущие вискарь литрами не пьянее не то, что ты. Есть такие. В морге работали по две смены, кожу с трупов срезали ради тату на ней. Знающие, по какой тебе врезать венью, чтобы ты сделал их за минуты. Они сильней. Они умней тебя. Они сожрут тебя с потрохами. Лучше ищи себе пахнущую духами, а не формальдегидом или чем-то под сорок С коллекцией из срезанных с трупов наколок или черепом на столе. Ищи себе ту, для которой ты главная на земле, а не отхаркивание строками в ноутбук. Ищи себе нежность и тепло. Ищи себе нежность мягких и теплых рук, А не прожигающий взгляд из-под лобья прямо в твою суть, Выворачивающий тебя наизнанку. Будь ты хорошим любовником, мужем или отцом, Носи на безымянном тоненькое кольцо, Закрывай окна на ночь, кофе варь к утру, И выбери себе женщину по нутру. Спасибо. Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. И прямо сейчас в эту студию можно позвонить по телефону, Который выдастся, вот телефон внизу. И можно задать любые каверзные вопросы. С вами Стефания Данилова и Мария Покусаева. Мы продолжаем. Вот ваш стих про женщину по нутру. Значит, вы даже сделали вот такую штуку для мужчин, как бы памятку. Выбирайте себе женщину по нутру. Как известно, этот ваш стих стал самым популярным. Вы можете как-то сказать пару слов, почему вы так думаете, Почему он стал самым известным? Мне кажется, что его не так поняли. Потому что многие люди думают, что я призываю любить брутальных женщин. На самом деле я призываю любить хороших, милых няшек, Потому что ваш желанный журавль может очень круто стукнуть вас клювом, И после этого вам уже ничего не захочется. Понятно. Ну, теперь расскажите о себе пару слов. Кем вы являетесь? Я Маша. Где вы учитесь? Студентка из ППГУ. Мне 23 года. Я пишу стихи. Больше, наверное, о себе ничего говорить не хочу, Потому что... Вот. Ну, тогда еще один стих. А давайте снова про любовь. Над капищем слезы скверны, Раскаркалось воронье. Я буду тебе неверной, в отличие от нее. Несу на алтарь сожженный, При чистой любви твоей, Одежду для прокаженных и сон для больных детей. Зачем же ты врешь мне, грешник, Что ангел тебе поет? Я вечный твой пересмешник, в отличие от нее. Небесный хорал беспечен, возвышен и невесом. Я песни тебе на плечи накину тяжелый сон, Я буду твой бред боюкать, Безумие ждать твое. Я демон Лилит, я мука, в отличие от нее. И даже когда ты с ней, в объятиях тишины, Я пестрым опасным змеем в твои проникаю сны. Ты бредишь, ты шепчешь имя, И в нем узнаешь мое. Я стала тебе любимой, в отличие от нее. Спасибо. Кстати, вот это стихотворение, Наверное, первое, Которое я действительно у Марии полюбила, И даже написал на него ответку. Люблю писать ответки с поэтами, У меня их насчитывается около 50 штук. В любом случае это интересно, Потому что неплохая практика. Неплохая практика вживания, Точнее, прочитывания поэта через свою призму, Либо наоборот. В каждом трамвайном хаме есть сердце, Оно гниет. Я буду тебе стихами, в отличие от нее, Как аспирин для стебля диковинного цветка. Викторианской мебелью, прославленной на века, Обставлю наш дом, который из желтого кирпича. Поставь на закачку в торрент меня, Пей имбирный чай. Расхристывает светоложа, Разбрызгивает ДНК. Все показания ложны, А красная нить тонка, Но вяжет нас пуповиной. Пей, Каберне Савиньон, Я буду твоей половиной, В отличие от нее. Кашляю, пью прополис, Рисую карандашом. Скоро ты вскочишь в поезд, И будет все хорошо. Пусть меня переедет хаммер, Если любовь вранье. Спаси же меня стихами, Так, как спасал ее. Итак, а вот вы можете сказать что-то, Кто на вас повлиял в творческом плане? Не обязательно это может быть поэт. Лично на меня поэты вообще не влияют в плане стихов. Может быть, это ваш преподаватель, ваш родитель, ваш друг. Вот кто? Мне кажется, что это вообще все люди, которых я встречаю в жизни. Потому что любой человек, С которым ты сталкиваешься, Вне зависимости от того, Какой это был опыт негативный или позитивный, Он оставляет этот опыт, И он как-то тебя изменяет. И я думаю, что все люди, Которых я встречала, Особенно те люди, Которые были со мной долгое время, Или занимали какое-то, Пусть не долгое время, Но занимали значимое место в моей жизни, Они влияли на меня и на мое творчество. Сделали меня сильнее. Сделали меня тем, кто я есть. А как начался ваш творческий путь? Вот первый стих. А у меня были розовые очки, Два сердца стекло, И пластмасса оправа, И левый мой глаз Видел чуточку хуже, Чем правый сквозь мило наивные розовые очки. А у меня, представляешь, Были розовые очки. Сквозь них в небеса Мне смотреть было очень приятно, И в розовом небе Лиловое солнце сияло, И розовые капли луна В розоватой ночи. А у меня были розовые очки. Удар в переносицу, Меткий, продуманный, четкий, И розово брызнули стекла Слезами бесчетными, И треснули в милон наивные Счастье очки. Теперь у меня антисолнечные очки, Сквозь них вижу серое-серое небо, А в небе луна Влекла серой монетой, А ведь у меня были розовые очки. Собственно, наверное, С этого все началось. А во сколько лет это было написано? 14 или около того. Могу сказать, что это очень даже хорошо. Разрушение прямо этих розовых очков. Обычно все их продолжают носить лет в 20. Я их до сих пор, наверное, ношу. У меня бы в голову не пришло написать Такого стихотворения. Мне кажется, оно было немного несвоевременно, Ну, в принципе. Каким одним словом Вы бы охарактеризовали свою поэзию? И почему? Игра. Почему? А потому что Это способ познания мира. Это способ игры с миром, Способ игры со смыслами, Со словами, С отсылками, С чем угодно. Я подхожу к стихотворению Как к своеобразному эксперименту. Ответ кому-то, Попытка написать про что-то, Что я вижу, Попытка познать мир. Это всегда игра. Игра даже с самой собой. Сразу же такое всплывает, Что это игра в бисер, Метание бисера перед свиньем. Нет. Такое. Нет. У детей Способ познания жизни, Это игра. У меня тоже. Ну, это, безусловно, Еще вроде бы были, Была целая философская концепция, Связанная с тем, Что все является игрой, но... Скорее всего, она была, Только я про нее сейчас Ничего сказать не смогу. Ну, вот сейчас продолжаем. Я, наверное, скажу, Я, наверное, скажу, Что поэзия для меня является Богом. То есть что-то недостижимое, Что-то, что во мне, Что в каждом, Потому что вдохновить меня может, Как и Мари, наверное, кто угодно, Кто хоть как-то на меня влияет. Я делаю черный пиар, Без глаз, без слов, Я даже чуть-чуть подгрызла его азы, Бог говорил со мной, И меня трясло. И только представь, Я даже вела конспект, Я даже вела конспект И никаких цветов от них не хочу. Вот у меня сигарету стреляет Бог, Она выпадает из пальцев моих в дыру, Я выбитый клык, Столкнувшийся в дрызг эпох, Чьи рваные джинсы полощутся на ветру. Если я безо всякого вонделаст, В мире акульего бизнеса, Не бум-бум, Женщине, у которой я родилась, Господи, слышишь, Рядом кого-нибудь, Чтоб, если я допью свой когор до дна, С нею осталась такая, как я, Точь в точь, Чтоб никогда не скучала она одна, У нее самая непутевая в мире дочь. Хочется небо высветлить хоть на треть, Небо ее глаз, Вымыть колокола, Закрой мне глаза, Я не хочу смотреть На слезы Господни По ту стороне стекла. Итак, Вы когда-нибудь задумывались о том, Что хотите издать книгу? Да. Я думаю, что любой человек Творческий задумывается о том, Что ему хочется какого-то официального Признания, Воплощения. Ну, безусловно. Вот у меня тут есть книжка, Это вот третья книжка, Называется «Forget me not» В переводе с английского «Незабудка». Я сама не знаю, Почему я ее так назвала. А вот как бы вы назвали свою книгу? Я, если честно, Тоже не знаю, Потому что Брать какую-то строчку Или название стихотворения, Это означает Ставить штамп. Я думаю, что Свою первую книгу Я бы назвала так, Как называется Мой паблик, Турнезоль. А все-таки Это скорее как Портрет на обложке, А не как Заданный концепт. Ваш паблик называется Турнезоль 23 с плюсом. Может быть, Именно так стоит Назвать книгу? Нет, 23 плюс Это приписка На всякий случай, Поскольку Я периодически Матерюсь в стихах. Я не люблю лишать мат Его лингвистических прав. Поэтому Для На всякий случай Как положено По законодательству Нужно ставить Возраст Ограничивающий. Поскольку мне 23 года Я поставила 23 плюс. Когда мне будет 24, Там будет 24 плюс. Отлично. Вот еще такой вопрос. Как вы думаете, С чем связана Стилизация поэзии На средневековый лад? В наше время Очень много можно Встретить стихов Наподобие Девочка-воин, Рыцари всякие, Кто-то там король, Хотя речь идет Просто о каком-нибудь Простом мужчине Из девятиэтажки, Ну, каком-нибудь Вообще самом обыкновенном. Ну, мне кажется, Что интерес к прошлым эпохам Это штука вообще Не проходящая Век с 18-го. Поэтому Мы смотрим назад, Мы романтизируем прошлое, Мы часто идеализируем прошлое. Я очень часто сталкиваюсь С людьми, которые говорят Ах, рыцари, Это было так прекрасно. Ну, рыцари, рыцари. Встречалась я с реконструктором, Видела я рыцарей. Громыхающий консерв. Вот. И, собственно... Стихи на эту тему, Я думаю, что важно. Сейчас все прочитаю. Собственно, Если даже мы посмотрим на Гумилева, Он тоже писал про прошлые эпохи, Про какие-то экзотические страны, Мне кажется, Это не более чем тоска Почему-то необычная. Ну, и, собственно, Про рыцарей. Если твой рыцарь не вышел рыльцем, Детка, Пей виски, Коньяк глуши. И слушай меня, Настоящий рыцарь Это бей в морду, Ломай круши. Это не мальчик С печальным взором, Лунными зайчиками в глазах. Брось эти бабские разговоры, Шепоты томные, Ох и ах, Рыцарь кираса кило на четыре, Кольчужные длинные рукава. Рыцарь дороги, Жратва в трактире, Грязное тело и голова, Рыцарь под конский И кровь рецкая, Странные ценности прежних дней, Дама прекрасная, Но чужая, Все же пастушки куда нужней. Все худосочные твои парни, Что себя рыцарями зовут? Литература, Сродни бульварной, В битве подохнут за пять минут, Меч не поднять им, Мизичноруким, Им не под силу Бригант надеть, Не говорю про походов, Муки, грязь, Инфлюенция, Нередко смерть, Твой доморощенник Кабальера против дракона Съедят за миг, Слишком уж грубо И неумело Скроен костюмчик Из старых книг, Слишком фальшивы Его цитаты, Слишком втутулы Его спина, Слишком фальшивы В заплатах латы, Слишком уютная Его страна, Ты же пей виски, Мешая сколом За эти сказки На голове лжи. Рыцарь всегда Безутешно молод, Просто до старости Не дожить. Спасибо. Стих, кстати, Очень, Как сказать, Вскрывает, Препарирует Общепринятое мнение О возвышенных рыцарях. Хорошо знакомы С реконструкторами, Я полагаю, да? Ну, я, конечно, понимаю, Что в рыцаре был Своеобразный кодекс, И во многом Он послужил Вот этому романтизированному Образу, но тем не менее Не стоит отрицать Реальное Жизнь рыцарей, Она намного Именно таких вот Труевых рыцарей, То есть Век так Тринадцатого, Четырнадцатого, Крестовых походов Эпохи и так далее. Это Совсем не то, Что у нас привыкли К этим Куртуазным всяким Штучкам, Этикету, Ухаживанию за дамом. Ну, не стоит говорить О том, что Все дамы Прекрасные Это обычно были Чужие жены. Так что Это все романтика. Еще один стих, Наверное, Думаю в тему. Только здесь Все немножечко иначе. В роли рыцаря Выступает девушка. Люблю писать Такие стихи, В которых Все немножечко наоборот. Мужчина Доносить на руках, А я Как-то Пока я трясусь В поезде, Пью подостывший чай, Пишу о тебе повести, Прошу тебя, Не скучай. Форточка приоткрыта, Как мартовские коты, Твоё. Мы находимся в прямом эфире Я думаю, Что она могла бы стать, Например, Слоганом для автомобильной компании, Если сравнивать Автомобиль И женщину, Автомобильные такие. Я как-то раз довелась По работе, Я подрабатываю Фрилансом Писать О, У нас звонок, Смотри. Итак, Звонок в прямой эфир. Итак, Пожалуйста. Да. Здравствуйте, Меня зовут Тиана. Привет. Я хотела спросить, А кто является Вашим мудом? Моим Или Стефином? Вашим. Моим. Ну, Про Стеф Тоже интересно. Какой интересный голос, Такой Вкрачевый. Мус. Мус это очень мило. Вообще, Я бы хотела, Наверное, Сказать про то, Что мой молодой человек Мой мус, Но Несмотря на то, Что у меня есть Посвященные ему стихи, Он меня скорее поддерживает, Нежели вдохновляет. Вот. И Собственно, Мне кажется, Что моя муза Это жизнь. Ну, А что же, До Моего муза. Если бы меня спросили, Какая ваша муза, Я бы сказала, Что да, Это жизнь, Иногда это бывает Кровать, Но одеяло, Подушка, Лежу там ночью, И Хочется писать стихи. Я в пять утра Не сплю там, Иду писать стихи. А есть ли Мус? Да, Есть один человек. Его имя не разглашается, Конечно. И вряд ли можно по моим стихам Определить, Кто это. Но он есть. И возможно, Он сейчас даже смотрит Эту передачу, И в этом случае Я передаю ему привет. Хотя он Не догадается, Что это он. Так, У нас еще один звонок. Я правильно понимаю? Или это тоже? Здрасьте. 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 Здрасьте, Здрасьте, Мы вас слышим. У меня вопрос к Стогену. Да. А вот о чем Это ваш стих Аллилуйя? Аллилуйя? Так. Я думаю, Что это про последнее Стихотворение. Это последнее Стихотворение, Да? О чем? Ну, Вообще, Когда-то я Ехала летом, Значит, В Киев. И Скучала По своему Тогдашнему Молодому человеку, И захотелось бы Написать ему Стих На Что-то там Вроде папируса Так, Средневековенька тоже Завернуть в амулет, Зашить и подарить ему, Чтобы это его хранило В любой беде, В любой напасти И всегда-всегда. Собственно, Так и родилась Это вот Аллилуйя. Вы, наверное, Подумали, Что это связано С Со стихотворением Цветаева И нам Аллилуйя В церковной тишине Никто не споет И там все такое, Но нет, Это не связано. Итак, Еще Какой бы стих Вот вам сейчас Хотелось прочитать? Сейчас мы что-нибудь Читаем. Есть одно стихотворение, Оно очень старое, Наверное, Года 2004-го, Может быть, 2005-го, Около того. Оно очень Дорого мне. Несмотря на то, Что оно такое наивное, Милое. Это отлично, Пожалуйста. Оно очень грустное. Я знаю, Что все подростки Любят печаль, И, собственно, Оно печально. Когда ты придешь, Я буду уже мертва. Из серого неба На землю прольется дождь, Ты лучше молчи, Оставь дуракам слова, Ведь каждая фраза Здесь изначально ложь. Когда ты придешь, Я стану уже другой. И пламя волос Лишь пепел В сырой земле, Дорога ко мне Опять заросла травой, Иди наобум, Блуждая в осеннем гле. А я попрошу Яростных снежных вьюг, У неба и ветра От смерти тебя беречь, Но только послушай, Молись за меня, Мой друг, Коль не было В этой загубленной Жизни встречи. Когда ты придешь, Зима заметет следы, Упрятав надежды Под бархатный полок тьмы, И я не увижу, Что станешь совсем седым, Ты стерша из памяти Горькое слово «мы». И я не увижу Движение мудрых век, Скупое прощание С частью своей души. Когда ты придешь, Курган мой укроет снег, Уже не успеешь, Не стоило и спешить. Когда ты придешь, Положишь на землю лук И вынешь из ножен Испытанный в битвах меч, Услышишь ли шепот «Поплачь за меня, Мой друг, Ведь в будущей жизни Тоже не будет встречи». Спасибо. Да, Весизна, Как даже взгрустнулась Немножко, что ли. То есть он кому-то посвящен? Он посвящен подростковым глюкам. Глюкам. Так, а вы когда-нибудь Писали стихотворные фанфики? То есть берется Какая-то вот история, Ну, скажем там, Редвал, Нарния, У меня есть стихотворение Про Сьюзан Певанси, Я очень люблю этого персонажа, И мне очень печально Видеть ее печальную историю, Я его сейчас прочитаю. Прошлое забываешь, Прячешь на дно, В пески, Джинсы с нашивкой Битлз Стали тебе узки, Смять и отправить в мусор Может отдать сестре, Хочет, Пусть ищет сказку В кроликовой норе, Фенечки раздорились, Выцветшее ведро, Сломанное туда же Пениксово перо, Аслановы подарки, Старый волшебный рок, И тот, как парус Алой детской мечты Свет цветок, Станут запястья тоньше, Без нитяной брони, Только вот нужен новый щит, Чтоб сидеть за ним, Носишь тяжелый мейкап, Платья и каблуки, Курсы, работы, клубы, Бегаешь от тоски, Шкафы закрыты двери, Кролик уже не тот, Элф разучился звезды Прятать в огромный торт, Хочешь, не хочешь, Верить стало еще больней, Нарнии не осталось, Только тоска о ней, В бешенстве рвешь и мечешь, Хочешь вперед бежать, Жизни дорога вьется В бешеных виражах, Что там в конце, Пустоты, вечности и тоски, Сьюзан. Ты применяла Нарнию на чулке. Если я могла сейчас встать, Я бы поаплодировала стоя, Потому что когда-то Я очень сильно фанатела по Нарнии, И тоже написала стих вот про это, Но читать полностью я его не буду, Потому что... Оно жесткое. Оно реально очень жесткое, Но не для прямого эфира, Прочитаю одну строку. Больше смерти, боюсь, Превратиться в такую Сьюзан, Ставшей первой Иудой В стране в платяном шкафу. И такой вот напоследок вопрос. Какой стих вы бы запечатали В зеленую бутылку, И пустили плыть по морям и океанам. Вот просто есть поверье, Что стихи — это магия, И все, что написано, Оно как бы сбывается. А приправленной еще такой легендарной истории, Эта мечта имеет все шансы на осуществление. Вообще, если честно, Я не очень люблю свои стихи, И если бы у меня был такой шанс, Я бы отправила в плавание Стихотворение Леонида Филатова Про гениальность. У него есть такое замечательное стихотворение, Я его наизусть, к сожалению, не помню. Оно про историю молодого человека, Который в 15 лет, Продутый на ветру газетных И товарищеских мнений, Думал, что он гений. А если он не гений, То он умрет. Такая вот печальная история. И оно очень мудрое, Очень клевое. И мне кажется, что каждый творческий человек Должен его прочитать, понять, осмыслить И, собственно, там, своеобразную истину. Истишь что-то для себя. А вот у вас такое? Ну, я, наверное... Я всегда люблю свое последнее стихотворение, И поэтому я прочитаю свое последнее стихотворение. Ну, по написанию. У женщин ты знаешь Все время о нем, лишь о нем Все мысли и строки, Имя полна голова. Любовь умирает от жажды над радости Звонким ручьем сквозь тело ее Прорастают цветами слова. Женщины, девы и девочки Всех невозможных мастей Бьются в экстазе таланта Стихи, посвящая ему, Далекому, милому, главному Из приглашенных гостей В их женского разума невыразимую тьму. Женщины в рихмах поют О натуре его, О страсти, соперницах, Призрачной радости встреч. А мне о тебе Не хочется петь ничего. Желая от фальши поэзии Чувства сберечь, Храню тебя в сердце Волшебным, нездешним огнем, В печали и странствиях, Бережно греющим грудь. Пока сотни женщин Старательно пишут о нем, Я лучше тебе о себе Расскажу что-нибудь. Спасибо. У меня, кстати, схожий мотив Есть здесь с этим стихотворением. То, что обычно мы пишем Свои любимые стихи, А здесь у Марии все наоборот. И у меня тут тоже есть короткое. Молчать о вас Максимально громко, Пока не улягусь в гроб, Нервом хранить под зубной коронкой Из золота высших проб. И если забуду Фио и адрес, А также родную речь, Я запишу на руке Ваш адрес и партитуры встреч. Горта нелегкие, Раскурочив, Подхватывая о рви, Я буду молчать у вас, Милый, громче горланищих о любви. Итак, наша передача подходит к концу, До конца прямого эфира Остается чуть более одной минуты, И поэтому наступает время Пиар-мгновения. Итак, во-первых, напоминаем То, что завтра, 22 января, в 19 часов, В «Бродячей собаке» Будет фест-заглавный стих, В котором лучший из лучших мастеров слова Посоревнуются друг с другом, Там их будет около 40, Я тоже принимаю участие. Буду рада, если вы придете меня поддержать. И то, над чем сейчас занимается Антипинка. 26 января, 17.00, Фонтанка 118, Музей-усадьба Державина, Десятилетие театра поэтов. Не пропустите, Мы вас очень-очень ждем. Будут звучать самые лучшие стихи, Вот только меня там, к сожалению, не будет. Итак, мы с вами потихонечку прощаемся. С вами была Стефания Данилова И Мария Покусаева. Мы вас всех очень-очень любим. Спасибо за целых два звонка в прямой эфир. Мы очень рады, Мы очень сильно боялись, Что нам никто не позвонит. Большое спасибо, ребят. Вы все няшки. Всем хочется. Подписывайтесь на наши паблики, Слитесь за обновлениями. До новых встреч, скорее всего, да? Да, скорее всего, до новых встреч. Слушай, а что бы ты еще им пожелала? Удачи, счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Всем любви. До свидания.